Добрый день, уважаемые друзья! С вами Алексей Кузьмичев. Сегодня у нас с вами будет несложный видеоурок для новичков, в котором я покажу, как создать красивую неоновую линию вокруг моделей на ваших фотографиях. Данный видеоурок я уже записывал ранее, но почему-то после обновления нашего сайта он куда-то пропал и я, к сожалению, не смог его найти. Также многие стали просить восстановить данный видеоурок, поэтому я решил его перезаписать. Итак, работать мы будем с такой фотографией. Желательно как раз для этого эффекта использовать вот такие динамичные снимки. В данном случае у меня здесь, как вы видите, девушка танцует. И также очень важно, чтобы фон на заднем плане у вас был темный. Тогда все линии, которые мы с вами будем рисовать, будут хорошо заметны, они будут контрастными и эффект получится очень красиво. Итак, давайте приступим. Первое, что необходимо сделать, это создать новый пустой слой поверх нашей фотографии и выбрать инструмент перо. Выбираем данный инструмент и начинаем рисовать нашу линию. Я поставлю первую точку здесь, далее ставим ее здесь, выгибаем вот таким вот образом нашу кривую, располагаем вот здесь ее, ставим следующую точку где-нибудь вот здесь. При помощи сажатой клавиши Ctrl вы можете перетаскивать данные точки как вам нравится. И используя вот эти вот направляющие, вы можете менять угол изгиба вашей кривой. Вот таким образом. Также ставим следующую точку здесь, сгибаем ее вот таким вот образом. Следующую ставим здесь. Далее здесь. И давайте поставим последние две точки. Так, здесь и вот здесь. Так, выгибаем их вот таким вот образом. Вот примерно так. Теперь можно посмотреть издалека, как располагается наш контур. Если необходимо, то перетащить нужные нам направляющие. Вот таким вот образом. И теперь нам с вами необходимо настроить кисть для того, чтобы выполнить обводку данного контура. Поэтому мы выбираем инструмент кисть. Ставим здесь настроечки. Размер поставим кисточки где-нибудь на 20 пикселей. Он у вас будет зависеть от вашей фотографии. Даже можно поставить, я думаю, 25, так как фотография у меня сейчас довольно большая. Жесткость ставим на 0 здесь. Прозрачность нажим ставим на 100%. И также очень важно перейти в параметры кистей и установить здесь галочку динамика формы. Чтобы мазок у кисти у вас выглядел вот таким вот образом. Если он у вас будет без динамики формы, то мазочек будет выглядеть вот так. А нам с вами необходимо, чтобы он приобрел вот такую вот красивую форму. Перейти в настройки кистей вы можете через пункт окно кисть, либо нажав комбинацию F5. Вот таким образом. Закрываем теперь данный набор и переходим обратно в перо. Щелкаем правой клавишей и выбираем пункт выполнить обводку контура. Здесь выбираем инструмент кисть и ставим галочку напротив пункта имитировать нажим. Нажимаем здесь ОК. И как вы видите у нас с вами контур обводится. Теперь можем нажать клавишу Escape, чтобы убрать направляющие. И как вы видите вот что у нас получилось. Теперь нам с вами необходимо добавить свечение нашей линии. И следующим этапом уже стереть ненужные области так, чтобы линия шла у нас вокруг модели. Поэтому сначала щелкаем правую клавишу и выбираем параметры наложения. Здесь переходим в пункт во внешнее свечение. Цвет для внешнего свечения давайте выберем фиолетовый с рукавов нашей модели. Размах поставим где-нибудь на 2. И размер увеличиваем примерно до 50. Вот таким образом, чтобы свечение было ярким. Можно чуть-чуть уменьшить прозрачность. Где-нибудь до 80. Вот таким образом. И теперь мы нажимаем на клавишу ОК. И добавляем сюда масочку. Щелкаем вот здесь, чтобы добавить маску. Делаем это для того, чтобы стереть ненужные области. Приближаем наше изображение. Выбираем кисть. Жесткость поставим в данном случае на 50. Размер возьмем побольше. И обязательно, чтобы у вас был черный цвет на палитре. И теперь начинаем аккуратно стирать те участки, где нам линия не нужна. В данном случае это у нас здесь. Пытаемся добиться эффекта такого, чтобы эта линия шла у нас вокруг тела нашей модели. Вот таким вот образом. Так. Двигаемся дальше. Теперь стираем эту область. Так. Дальше идем. Стираем теперь здесь. Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Отлично. Как видите, теперь линия идет аккуратно вокруг тела нашей модели. И у нас с вами получился вот такой вот красивый и интересный эффект. Как видите, в этом уроке нет абсолютно ничего сложного. И повторить данный эффект сможет абсолютно каждый. Я надеюсь, данный урок будет для вас полезен. Большое всем спасибо за внимание. И увидимся в следующих видео уроках. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok